До темы музыки. Солистка Могилёвской областной филармонии Вольга Гарничар увошла у пятёрку лидеров на международном фестивале песни «Карпатая» у польским «Жешубе». А кроме того, испевачка привезла на родимую специальную узнагороду за лепшее вокальное выконание с оркестром. Про уражение от международного феста зараз испытаем саму артистку. Сегодня в нашей гостиной мы приветствуем певицу, композитора и педагога. Солистку Могилёвской областной филармонии Ольгу Гарничар Здравствуйте, Ольга. Поздравляем вас с успехом в международном фестивале в польском городе «Жешуб». Для Беларуси это очень важное событие. Никто до сих пор из наших соотечественников не получал наград на этом фестивале. Расскажите, какие у вас впечатления от музыкального форума? Действительно, впечатления очень яркие, потому что среди такого огромного количества участников, которые представляли свою страну на этом конкурсе, «Быть в пятёрке лучших» — это очень престижно, значимо, потому что количество заявок именно авторских композиций было прислано, по-моему, 237, среди которых была отобрана 20-ка. И среди этой 20-ки уже в финал прошли только 9 исполнителей, которые исполняли свои произведения авторские с оркестром, и бенды, которые аккомпанировали сами себе. То есть из этих девятерых человек уже было отобрано 5, которые стали лауреатами и обладателями специальных наград. Я стала обладателем специальной награды за лучшее вокальное исполнение с инструментальным оркестром. Знаю, что для участия в конкурсе вы выбрали песню, написанную специально для вас «Дождь воспоминаний». Да, да. Песня была написана несколько месяцев назад грузинским автором, молодым, креативным. Почему сделали ставку именно на эту песню? Песня очень интересная. Она была интересна для именно исполнения с оркестром, потому что я исполняла вживую с инструментальным оркестром. Эта песня выгодно звучала и в вокальном плане, и в инструментальном, именно для представления себя. Ольга, на вашем счету не только конкурсные победы. Вы еще участвуете в жюри уже в более 20 фестивалей. Как считаете, есть ли универсальный рецепт успешного выступления? Ну, безусловно, труд. Нужно подходить правильно к выбору музыкального материала, к тому, как ты себя в каком образе преподнесешь, насколько твоя песня выигрышна, насколько ты смотрибельна. Ну, естественно, конечно, удача и труд. Ольга, нынешний год культуры стал для вас символичным. Вы достались гранта президента Республики Беларусь в области культуры на сольный проект «Я – частинка моей Беларуси». Что представляет собой проект и где планируете его представить? Это будет сольный концерт, который я готовлю осенью этого года. Там частично будут представлены белорусскоязычные произведения. Часть из них – это авторские произведения, специально написанные для этого проекта. Написала несколько песен. Замечательный автор – Валентина Холань, наша белорусская. Часть будет моих авторских произведений, написанных специально для меня разными авторами. Это и Александр Алпеев, наш Дай Сергей Сухомлин, и часть песен есть моего сочинения. Часть будет песен перепеваться, делать будем что-то интересное, стилизованное. Те же белорусские песни, я люблю, например, переделать на более современный лад, аранжировать, стилизовать, чтобы эти песни продолжали жить. Ольга, поздравляем вас еще и с выходом первого сольного альбома «Ты – мое солнце». Наверное, когда у исполнителя большой песенный репертуар, сложно определиться, какие песни войдут в альбом. Ну да, действительно, очень сложно, потому что за всю мою многолетнюю историю певческую песен написано огромное количество разными авторами из разных стран, и собрать именно там 15-14 каких-то произведений было очень сложно. Но, вы знаете, я решила собрать наиболее яркие, значимые для меня произведения, а остальные мы оставили уже на следующие. Я думаю, что следующий альбом не за горами, потому что сейчас мы работаем плодотворно с Александром Алпиевым, мы работаем с Сергеем Сухумлиным, мы работаем, я уже говорила, композитором Валентины Хлань. Где-то что-то мне предлагают, где-то что-то новое записывается. То есть я считаю, что уже, в принципе, можно готовиться и к выпуску второго альбома. Это замечательно. Знаем, в своем родном городе, Могилеве, вы стали участницей еще одного интересного проекта – «Азбука белорусского орнамента», где вы представили солнце. Чем для вас стало интересно участие в этом проекте? Это культурный проект, который дает нам возможность узнать различные трактовки символов. То есть, допустим, я несу символ солнца. То есть это такие специальные значки, обозначения. Каждый из значков что-то обозначает и символизирует. То есть это для того, чтобы, наверное, наши люди больше узнали о своей белорусской культуре. Если честно, даже я не знала все обозначения этих символов. И вот благодаря этому проекту, конечно, начинаешь больше углубляться в свою белорусскую культуру, понимать, любить и ценить то, что у нас есть. Спасибо, Ольга. А я напомню, что сегодня «Кальдоскоп» принимал в гостях певицу, композитора и педагога, солистку Могилевской областной филармонии Ольгу Горничар. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!